МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телестудия Крычаганак. В студии Майя Амирова предлагаю вашему вниманию следующий обзор новостей. Провести город в порядок за короткие сроки. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первый выпуск телерадио журналистов в Аксале. Теперь об этом подробнее. 11 июля в районном Акимате прошло совещание, где встретились Акимбурлинского района Санжар-Алеев и руководители подрядных организаций, взявших на себя обязанность по благоустройству города. Совещание было организовано по инициативе депутатов районного Маслихата. На повестке дня стоял злободневный вопрос, волнующий на сегодняшний день каждого горожанина, каждого чиновника, проживающего в Аксале. Причина собрания была не из самых приятных. На сегодняшний день, по словам главы района, поступило множество устных, письменных, а также через социальные сети, жалоб жителей по поводу обслуживания дорог, благоустройства города в целом. Подрядные организации – это ТО «Аксай Темпстрой», директор Тимур Дьяров, ТО «Докастройком», директор Азамат Таженов, ТО «Сардар», директор Бахаджан Утигенов и ТО «Акниет» Альбек Усаинов заключили договора по обслуживанию дорог и благоустройству города в разный период. Аксай Темпстрой и «Докастройком» заключили договора накануне встречи с Акимом. ТО «Акниет» три недели назад, а вот ТО «Сардар» уже почти месяц, как заключил договор. Но у нас теперь вопрос по озеленению, вопрос по содержанию автомобильных дорог, в целом по вывозу мусора и так далее. Вот, ладно, Тимур Мурадымович и Азамат Леугалевич, они вот заключили договор только вчера. Бахстан Магомонянович, вы заключили уже третью неделю тому назад. Работы за три недели можно было вычистить всю центральную часть, которую под вашим романом. Можно было все сделать. Работы с вашей стороны не видно. Я, если честно говорю, мне уже стыдно оправдываться. У Костровы только сделали улицу Абая, и то не до конца. Разметку дорог до сих пор нет. Я вашу технику практически не вижу. Сколько у вас техники единиц? У меня сейчас четыре единицы. Ну, четыре единицы техники на весь город. Зачем вы тогда выходили на конкурс? Зачем вы участвовали в этом конкурсе? Я вас знаю как дорожник. Вы участвовали там по ремонту, по капитальному ремонту дорог. Но если вы не знаете эту сферу деятельности, зачем вы тогда участвуете здесь? Мы бьемся, бьемся, вывоз мусора, вывоз мусора. Заставили Ахсай Тазалов, который не должен вывозить негабаритный мусор, мы заставили его вывозить. Это ваша непосредственная обязанность. Город в запущенном состоянии. Город в запущенном состоянии. Это не обозначает, что вы теперь должны... Большой Магомедович, вот здесь Аким Города сидит непосредственно вашу работу, которую контролирует. Каждый божий день мне дает отчет, сколько вывозится мусора, сколько вывозится. Ваша техника, я не вижу, чтобы она вывозилась. Мы вам на помощь даже... Мы вам на помощь дали 20 ребят из молодежной организации. Жасл-Ель. Глава района высказал недовольство по поводу несоответствия ТО «Сардар» обязательством по договору. Я каждый день хожу пешком, смотрю. Улица Тихоненко. До сих пор ничто не сделано. Улица Утвинска. Ничего не сделано абсолютно. На что директор ТО «Сардар» отвечал, что в компании числится всего 4 единицы техники и что по причине запущенного состояния улиц работники не успевают выполнить объем. В ходе собрания возникали вопросы к представителям подрядных организаций, также и у депутатов. В частности, просили уточнить ход действий, какие улицы в первую очередь будут благоустроены и что было выполнено на сегодняшний день. Согласно смехи, согласно договору, мы все озеленения, цветы все посадили. Сейчас идет в основном полив, уход, деревья стригим, постригли, поливаем. Также сейчас в настоящее время идет согласование МАФ, вот эти малоархитурные формы. В настоящее время уже три определились, два сейчас на работе идет. Согласно договору, все мы посмотрим, все успеваем. В принципе, у нас вот сейчас по указанию руководства области 20 человек также привлечены к работе. Соответственно, со своей стороны мы по графику и, как говорится, жители Куренского района города Аксайя не подведем. Усиленно контролируем этот процесс. Это то, что мы сняли с озеленением. Да, согласно озеленению, согласно нашему договору, мы, как говорится, стараемся и кладем. А вы разогнете? Также были затронуты и другие вопросы о полигоне ТБО, о нерабочих светофорах, о необходимости нанесения дорожных расметок, установки столбов освещения. В завершении своего обращения Санжар Жуматаевич категорически поставил условия представителям подрядных компаний. Так сказать, поставил вопрос ребром. Мы вам уже два уведомления дали? Дали, да. Дали. Мы уже терпеть не будем? Сейчас мы подадим на вас в суд. Вы завтра вас признают недобросовестным. Завтра как вы будете работать? Почему об этом не думаете? Все условия для вас создаются. Работайте тут. Деньги, пожалуйста, нате. ТУО Сардар, я сразу говорю, вот мы эту неделю еще смотрим, вашу организацию, в понедельник подаем на вас суд. При принятии решения операционного бюджета на 2018 год по инфраструктуре города, согласно бюджетных заявок, были выделены финансовые средства. С начала года несколько раз проводились конкурсы на выявление компаний, которые займутся обслуживанием дорог и благоустройством города. В связи со сложившимися обстоятельствами подрядные организации были определены недавно. За это время город зарос бурьяном, стал скапливаться музор. Состояние улиц и дорог оставлял желать лучшего. Аким района пригласил всех подрядчиков, которые сегодня заключили договора по уборке нашего города. И я думаю, что было дано четкое задание, что в течение недели все это было приведено в соответствие, весь город. Это и дорожные разметки, это работа светофоров, это работа освещения, покос уличной травы всех главных улиц и маленьких улиц. Поэтому сейчас подрядчики пообещали, можно сказать, согласно заключенных договоров, они обязаны сегодня принять самые оперативные меры приведения города в соответствие. Я думаю, что все потенциалы у них есть, средства есть. Я думаю, что эта работа сейчас уже активно ведется. Глава района совместно с депутатами высказали слова на путстве подрядным организациям, уже начавшим работу, и тем, кто только заключил договора, рекомендовали не повторять тех же ошибок. Мира Султанова, Тимур Тулебергенов, Азамат Бабагужиев, телестудия «Карачаганак». Конец прошлой недели ознаменовался ярким событием в Бурлинском районе. Первый выпуск юных телерадиожурналистов отпраздновали в одном из ресторанов «Оксая». Маленькие и не очень новоявленные журналисты не только получили свои сертификаты, но и продемонстрировали другие свои таланты. «Приводите вашего ребенка, и мы сделаем из него звезду». Именно по таким лозунгам прошел первый этап курсов телерадиожурналистов. 13 июля состоялось торжественное вручение сертификатов юным звездочкам. Школа искусств и журналистики «Бест» начала свою деятельность в городе «Оксая» в мае текущего года. За время прохождения курсов дети научились АЗАМ теле- и радиожурналистике. Вместе с преподавателями теорию они активно совмещали с практикой. Начинающие радиоведущие попробовали себя в прямом эфире местной радиостанции «Оксай», а тележурналисты практиковались на сборе информации в различных сферах деятельности, а также на улицах города. Пролеинтервью у прохожих проводили соцопросы. Пробовали себя в роли диктора телевидения. Дорогие друзья, дорогие наши выпускники, самые первые выпускники школы журналистики «Бест», мы очень рады, для нас это очень счастливый и волнительный момент, потому что вы первые, вы очень талантливые, вы очень активные, креативные, позитивные. Мы очень счастливы, что самые первые вот эти три группы вот такие вот очень интересные личности. И мы очень рады, что благодаря нашим прекрасным преподавателям, профессионалам своего дела, вы стали еще более раскрепощенными, еще более талантливыми. И хочу пожелать вам в вашей жизни исполнения всех-всех ваших желаний, чтобы вы стали достойными гражданами нашей страны, чтобы все ваши заветные мечты сбылись. Я знаю, что некоторые из вас уже выбрали в качестве своей основной профессии, профессию журналиста. Я желаю, чтобы мы видели вас всех на вершине славы, успеха. Даже если вы не выберете своей основной профессии журналистику, вы прекрасно владеете словом, техникой речи, вы умеете вести беседу, вы умеете разговаривать на любую тему, а это все пригодится вам в жизни, в любой специальности, в любом направлении. Мне хочется выразить слова благодарности нашим преподавателям Жайне, Майе и Айнуре за ваш вклад в детей, за вашу любовь к вашей профессии, за то, что вы действительно вкладывали душу, сердце, внимание, и все знания, которые у вас есть, вы передали детям. Огромное вам спасибо. Сфера журналистики – это такая сфера, где человек должен иметь навыки общения с окружающими, уметь разговаривать с самого неразговорчивого собеседника, уметь преподнести материал в правдивом, но в то же время выгодном свете. Я надеюсь, что в полной мере передала свои знания ученикам. Для меня дети стали родными. За два месяца занятия мы очень привыкли к друг другу. Мои ученики очень разносторонние. Свои знания они подтвердили на деле. Брали интервью, делали монтаж. Они лучшие. И всем вам я желаю успехов в дальнейшем. Согласно полученным сертификатам, подтверждается, что дети успешно прошли курсы тележурналистики и могут применять в дальнейшем свои профессиональные навыки и умения. В ходе торжества был организован небольшой банкет для всех гостей – сладости, напитки. И, как люди творческие, даже красивый торт с надписью «БЭС» журналист Аксай разрезали не просто так, а с каждым ломтиком декламировали сами себе пожелания. Раз, два, три. Поехали. Первое желание. Первое желание. Чтобы все было хорошо. Чтобы все было хорошо. Еканча. Еканча. Айтендар. Айтендар. Еканча. Теперь два. Хандай флек. Хандай калканыш, хандай. Динамасау было. Динамасау. Динамасау был. Келеса. Барук была бакуты. Барук была бакута. Нам миром был. Миром дармскоп был. После прохождения первого месяца курсов у детей появилась возможность увидеть и познакомиться не только с местными СМИ, но и города Уральск. Один день они провели в областном центре, отметив экскурсии. Такие средства массовой информации, как телеканал АКЖАИК, ТДК-42, побывали в медиахолдинге ЖАИК-Пресс. Родители детей оказывали всяческую поддержку и детям, и преподавателям. Амина очень разносторонний ребенок. Она и танцует, и поет. Вот изъявила желание ходить в школу журналистики. Я ее поддержала. С удовольствием она ходила, бежала туда. С удовольствием проводила там время. Она вот сама танцовщица. Танцует танцовщица образцового ансамбля «Харлгаш» под руководством Коши Боевой Шнарка Ирлиевны. И вот 6 лет, как она танцует, я от нее слышала только то, что она хочет стать хореографом. Похожа на своего педагога. А за эти два месяца она уже изменила свое мнение. А, не изменила мнение, конечно, полностью. Хотела быть хореографом, так и хочет, но еще и хочет стать журналистом. Но я, конечно, ее поддержу, какой бы она выбор не сделала. Помимо чаепития, дети, родители, преподаватели устроили фотосессию, выражали друг другу добрые слова благодарности. Кроме того, дети, имеющие и другие свои таланты, подготовили свои музыкальные номера, а также устроили небольшую, но шумную дискотеку. Только вперед Не шагу назад Только вперед Не шагу назад В первый полет Не зная преград Только вперед Не шагу назад Только вперед Разные люди Разные судьбы Глупые игры случайных сил Кто нам поможет? Кто нас рассудит? Кто нам поверит Кто нам поверит И все просит Много вопросов Мало ответов Слезы Ответ На судьбы И зло Мы возвращаем Той же монетой То, что нам кажется Добром и злом Аргелы полные грусти Смотрят на землю Прячаясь в небеса Ангелы Ангелы в небо Не пустят Всех у кого Такая грусть Глупца Людей похожих на нас Руководитель школы Бест Выразила надежду Что дети Окончившие курсы Журналистики В будущем Или выберут данную профессию Что будет отрадно Для организаторов Или будут свои знания И умения Применять В любой другой деятельности Идея открытия Школы журналистики Родилась давно К счастью На сегодняшний день У нас открылась Школа журналистики Бест Скоро будет уже 5-6 месяцев Как она работает Сегодня Три группы В городе Оксай Завершили свое обучение Успешное Получили сертификаты В Уральске Несколько групп Обучаются Также на русском На казахском языках У нас очень Сильная команда Профессионалов Которые обучают Теле и радиожурналистики Приглашаем всех В нашу школу Нам же остается Поблагодарить Организаторов школы Бест За нововведения В нашем городе А юным журналистам Успехов во взрослой жизни Мира Султанова Тимур Тулебергенов Азамат Бабагужиев Телестудия Карачаганак Это все на сегодня До скорых встреч в эфире Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова